добрый день с вами компания печной мир мы открыли новое направление строительство каркасных бань сейчас хочу продемонстрировать одну из тех бань которые мы построили сама отделка идет из планки на сосны с покрытием масла то есть дерево шлифовалось чтобы можно было видеть структуру и покрывалась маслом свет уличный есть то есть фонарь включается изнутри вся проводка также уже смонтирована остается только подключить ее внешним питателям также в этой баньке у нас снаружи есть перила чтобы можно было постоять на веранде чая попить погреться после баньки сама изначальная идея строительство бань вдохновили видео живой русской бани владимира ефремова то есть первая баня строилась так скажем по его мотивам но также мы можем выполнять много разных объектов уже поступают заказы которые идут с меньшим с меньшей площадью с разными печами то есть это все мы также можем делать проект мы назвали байкальские бани так как у нас в сибири очень холодно и байкал он ассоциируется с сибирью наши бани также удерживают очень низкие температуры то есть париться можем при минус 30 минус 40 градусов то есть это мы как раз будем зимой тестировать так как баня очень теплая то есть все продумано чтобы было в бане тепло под наш клипок сейчас затопим печь засекем время посмотрим сколько потребуется времени нам чтобы в парной создать эффект русской бани то есть это 60 температура 60 влажности печь у нас тут стоит атмосфера лунная достаточно мощная атмосфера элька с возможностью загрузить в нее во внутреннюю камень до 18 килограмм камня дров мы загрузили доверху дрова сосновые сейчас будем растоплять так все печь растопили засекаем время то есть сейчас 13 28 ну получается ориентируемся на час через час зайдем в парилку посмотрим какая температура там давайте сейчас пойдем посмотрим сколько сейчас вам спарилка показывает так в парильном помещении у нас 19 плюса и влажность 46 46 время пошло то есть сейчас засекаем час через час посмотрим как изменится у нас параметры а а а и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это наша комната отдыха. Что мы здесь видим? Это стол, где можно попить чай, посидеть табурет. Два штуки. Лавочка, куда можно выйти после того, как попарился, отдохнуть, полежать. То есть размер, ширина комнаты отдыха 2,10. Соответственно, во весь рост можно лечь, отдыхать. Также оборудованы розетки, чтобы можно было поставить чайник или включить фен. По напряжению кабель надежный, то есть достаточно будет, чтобы можно было включить тоже чайник. Также имеем свет. То есть это два светильника по бокам и один барат сверху, то есть чтобы можно было отдельно столб от светильника. Также включаются поочередно. Есть антонаж, картины. Ну, это, так скажем, уже по вкусу каждого хозяина. То есть кто хочет сделать, если не в природе, кто-то по молодежному. То есть тут уже на выбор каждого. Шторочки, окно с запирателем. Отделка у нас идет планкена, мыка, сосна, планкен. Шлифованный, то есть тоже при желании можно его как оттекстурировать маслами, так и ставить, как в своем видео, как здесь у нас сейчас, без покрытия, без всего. То есть можно любой цвет придать дереву. Также имеем портал. Печь атмосфера чугунная, релька большого размера. Портал пожаробезопасный узел выполнен из фламин, плита фиброцементная. На нее наклеена плитка терракот, то есть клинкерная температура, она не боится. Выглядит очень интересно, то есть подвитка печа, как настоящий камин. Можно вечером посидеть, также посмотреть на огонь. У печи есть регулировки, это подача кислорода в заднюю часть и подача сверху чистое стекло, чтобы стекло меньше крутилось. Перед печью есть клапан для подачи кислорода в печь. Чтобы тогда, когда печь работает, она меньше с улицы и затягивала холодного воздуха. То есть сделан он максимально ближе к поддуальной части, чтобы отсюда кислород у нас уже шел в печь напрямую. Можем закрыть, то есть если не пользуемся, печь затопили, открываем. Протопили 3 топки, прошло 2 часа ровно, 15.32 сейчас по времени. Протопилось 3 топки, да. И сейчас пойдем посмотрим температуру и по влажности. Попробуем поддать, посмотрим, как будет, что нам гигрометр покажет, какую влажность, температура, как поменяется. Так, закрываем двери. Температура 70 градусов после 2 часов работы печи. Влажность 40. Сейчас посмотрим, как влажность будет изменяться, когда будем поддавать. Каменька внутренняя уже прогрелась. ППШ пароперегреватель я пока воду слил, то есть мы именно за счет нагрева камней сейчас будем влажность повышать. Парилка уже готова к использованию, стены прогрелись. Ну вот мы и добрались до самого сокровенного, это парилка. Что хотел бы рассказать о том, что здесь есть. То есть в первую очередь начнем снизу, это полы правильные. Весь низ бани сделан из лиственницы. Здесь планкен шлифованный, чтобы ноги, за носки не следить, чтобы аккуратно можно было ходить. Далее это у нас стены. Стены выполнены из липы. Толщина доски 25 миллиметров. Слой в две доски внахлёст. Получаем хороший аккумулятор тепла. Также это печь. Про печь я уже говорил, но здесь могу пояснить, что у нее две каменьки, есть одна снаружи. То, что мы камни видим вокруг печи, есть каменька внутренняя. Печь выполнена из чугуна. Здесь на этой печи еще установлен пароперегреватель. Шмырина ППШ называется. Далее что? Также есть в парилке это солевой панно. То есть это уже декор. Панно работает как для красоты, так и для ионизации воздуха. Есть панно из можжевельника, из пилов можжевельника с подсветкой. Получаем ароматный запах можжевельника, то есть придает более уют бане. Есть подсветка полков, сделана она снизу. Подсвечиваются полки, очень смотрится интересно. Также в бане установлены два вида вентиляции. Это вентиляция БАСТО, то есть основное и дополнительное на проветривание. Это окно, которое мы открываем в парильном помещении, как нам надо проветрить. И открываем, если нам надо, в комнате, где мойка находится. То есть если мы открываем на сквозняк, то получаем как раз сквозное выветривание и вся влажность, публикисты, газы у нас газа выходит. За счет того, что у нас большой аккумулятор, так скажем, тепла на стенах, доска, липая, очень толстая, мы получаем быстрый нагрев комнаты, когда опять же все закрываем. Что еще у нас здесь есть? Есть основной свет, то есть это, так скажем, лампы стандартные. И за счет светильников, за счет панно, за счет панно-можжевельника мы получаем второй свет. То есть это дополнительная опция, если кому-то надо, можно сделать как отдельно, подсветить только полки или подсветить соль. То есть света достаточно даже без основного, без стандартного цвета. При стандартном он получается чуть позагушеннее, но можно тоже посмотреть, как это выглядит сейчас. То есть это вот стандартные два светильника. которые идут с комплектацией байны. Подадим парку, посмотрим, что у нас 80 температуры, 40 влажность. Послушаем, как печь шипит, как выдает у нас пар. То есть уже говорю, что поливать можно как и снаружи на камень, то есть на наружную, так и во внутреннюю каменку. также здесь второе дыхание, устроено оно в полке, то есть когда человек опалит, можно лечь и дышать воздухом с улицы. То есть подача идет полностью с улицы. Здесь выведена труба 100 мм прямо на улицу и можно через нее дышать. Дышать можно как с того полка, так и с этого. То есть оно расположено посередине. Длина, расстояние между от стены до стены 2,10. Соответственно, достаточно для высоких людей, чтобы можно было лечь в полный рост, выкинуться, расслабиться. Ну, в принципе, и все. То, что хотелось рассказать, что здесь применяется. Также идем навстречу нашим клиентам, то есть если есть какие-то пожелания по добавке, каких-то функций, то есть без проблем можем рассмотреть, обсчитать и это включить смету и выполнить заказ такой. Хотелось бы еще раз сказать, что вся наша команда, в нашей компании работают на сервис, на клиента. Повторяем, делаем, улучшаем лучшие практики России, то есть тех, кто уже в этом деле, так скажем, давно. И готовы развивать, готовы делать что-то лучшее, новое, изобретать. Это баня, так скажем, первая, она была экспериментальная. Следующая, будем уже делать какие-то выводы, что-то улучшать, то есть делать какие-то уже более оптимальные варианты для клиентов. Использовать лучшие материалы, использовать что-то, так скажем, ноу-хау, то, что сейчас у нас в стране, в мире производится, и уже давать это людям, давать это в массы. Приезжайте, будем рады видеть. Обращайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует...